Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Живи и Радуйся! И сегодня будем говорить о помидорках. Смотрите, какой зеленый кустик. Весь в помидорках. Таких вот завязей замечательных. И смотрите вот сюда. Как пожелтели листики. Какие на них пятнышки коричневые. Это фитофтора. К сожалению, да. Это фитофтора у меня появилась. Фитофтороз. Это грибковое такое запаливание. С которым, ну так, тяжеловато справиться. Легче всегда предотвратить. Это дело. Но, увы, я упустила. И сегодня буду пытаться исправлять. Итак, первым делом надо обрезать вот эти вот листики. С фитофторозом. С фитофторой. Насколько это возможно. И выбросить их не в капостную кучу. А именно выбросить в мусорку за пределы участка. Потому что это грибковое заболевание. Оно передается. Притом оно очень замечательно зимует. И поэтому очень важно не упустить этот момент. И все полностью, все вот это вот убрать, выбросить. Видите, даже уже вот здесь вот вгреждено. Вот. Поэтому обязательно раньше обращайте внимание. Желательно обрабатывать три раза за сезон. В начале вегетации. Вот в середине. Ну, когда вот цветет, цветут помидорки. И во время, когда они созревают, наливаются. Чаще всего это заболевание возникает тогда, когда такая погода неустойчивая. То жара, то холод. Либо резкое похолодание идет. Дождь и помидоры не успевают ни просохнуть, ни проветриться. Также влияет на это заболевание то, что очень густые посадки. Но у меня все густо посажено, потому что у меня очень мало земли. Поэтому я все густо сажаю. Вот. И недостаток микроэлементов. Также ослабленный иммунитет у растений. Вот. И поэтому, конечно же, один раз я упустила уже обработать. И буду обрабатывать сегодня следующим средством. И напомню, эту обработку надо проводить либо рано утром, либо вечером, когда уже нету солнышка, чтобы не оставить ожогов на листиках. И посмотреть на небо, чтобы не было дождя, чтобы не смыть то, что мы сделали. Итак, будем сейчас готовить смесь, которая нам спасет, я надеюсь, помидорки наши. По крайней мере, если бы мы раньше это сделали, то помогло бы 100%. Но теперь будем надеяться, что поможет. Итак, берем бурную кислоту и разбавляем в теплой водичке. Где-то чуть меньше, чем пол ложки. Пол ложки чайной, но без горочки. Потом берем пол литра молока. Наливаем в 4,5 литра воды. Так, наливаем, сейчас бурная кислота у меня разбавится. Бурную кислоту эту и обычный йод. На каждый литр по капельке. То есть в моем случае, если 5 литров, то 5 капелек. Итак, вливаем бурную кислоту в наш пульверизатор. Все, теперь надо тщательно размешать еще разочек. И можно будет опрыскивать наши помидоры. Также обязательно помните, что надо чередовать севооборот. То есть там, где раньше росли помидоры, либо картошка. Их, во-первых, рядом между собой не сажать. Потому что болезни эти передаются. И обязательно каждый год менять место для наших посадочек. Итак, обрабатываем. Обязательно ствол обрабатываем. Листья, плоды, все полностью. Кроме того, что это... Кроме того, что это помогает бороться с фитофторозом, это еще также помогает увеличивать урожайность, созревание плодов. То есть это как такая подкормка. Надеюсь, у вас такой проблемы нет. А если у вас есть такая проблема, вы обязательно воспользуйтесь моим методом. Попробуйте обрабатывать три раза надо за сезон. Когда посадили рассаду, потом когда начало цвести, и когда образовались плоды. и у вас не будет этой проблемы. На этом все. Ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал. и до новых встреч.